Виктория Смирнова и Елена Семенова на протяжении нескольких лет занимались разработкой методов по оценке качества движения у пациентов и спортсменов. Один из проектов, а именно программно-аппаратный комплекс для диагностики двигательных функций человека Actorscan смог принести аспиранткам победу в конкурсе «Студенческий стартап». Девушки получили грант в 1 миллион рублей на его реализацию. За год им удалось создать технологию для оценки движений пациентов с различными заболеваниями двигательного аппарата, а также для прогнозирования травм и анализа качества движения у спортсменов. При подготовке к участию в конкурсе «Студенческий стартап» необходимо было разработать бизнес-модель, подготовить презентацию и подробно изложить о том, какой задел имеется у нашей научной группы. Это программы ЭВМ, патенты, научные статьи и участие в различных конкурсах, подтверждающих нашу квалификацию. Наш программно-аппаратный комплекс будет полезен для медицинских клиник, которые занимаются реабилитацией пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также в перспективе мы планируем адаптировать наш программно-аппаратный комплекс для работы со спортсменами и внедрения его в фитнес-центры. На данный момент девушки разработали аппаратную часть, которая уже выдает неплохие результаты. Фиксация движений происходит с помощью двух камер. Их можно заменить двумя смартфонами, установленных на штативы. Происходит детекция человека. Его образ выделяется из общей картины. Находятся опорные линии и точки. Отслеживаются наклоны, углы и размахи. Сам диагноз, конечно же, ставит врач. Но программа позволяет ему увидеть какие-то малейшие предпосылки или уже серьезные проблемы, которые есть у испытуемого. Когда мы поняли, что хотим этим заниматься, первым делом мы стали изучать литературу, изучать те программные комплексы, которые уже существуют, что сейчас предлагают современные аналоги того, что мы хотели бы представить. После начались консультации с физиологами, в каком виде они хотят это видеть, что будет им информативно. Наше представление как научных сотрудников, как сотрудников, которые больше работают с техникой, оно очень сильно отличается от того, что хочет врач, что ему нужно, что ему понятно. Конечно, мы изначально, у нас были совершенно другие планы, мы хотели всего и сразу, но, как оказалось, это будет ненужно, неинформативно. Что-то мы убирали, что-то добавляли. Это бесконечный процесс, в котором нужно просто держаться и не падать духом. И понимать, что этот цикл, он будет продолжаться еще очень долго. Сейчас комплекс проходит испытания в одном из научно-клинических центров. Девушки, в свою очередь, поддерживают связь с медицинскими сотрудниками и вносят необходимые правки. В планах у исследовательниц запатентовать данную технологию и начать внедрять ее в клиники. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.